О том, какие муки испытывают эти старики, мы рассказали неделю назад. Каждый день 80-летнему ветерану Юрию Сергееву приходится через дырку в заборе, по железнодорожным путям, где носится сапсан, ходить на колонку. У дедушки больные руки и больше 5 литров за раз он принести не может. Вот и приходится, спотыкаясь, через рельсы, с утра и до обеда ходить за водой. Сколько времени обычно тратите на то, чтобы сходить водичку, принести и назад? По всякому, какая погода. Самое малое, полчаса пройду, а то больше. Понятно. И за раз больше, наверное, 5 литров? Ну, я вот бетончик больше не принесу, 5 литров. У меня одна рука выбита, я не умею не могу носить. Одной рукой вот. На прошлой неделе губернаторский рупор, газета «Владимирские ведомости» оскорбил стариков так, как их еще не оскорблял никто. Если верить ведомостям, бабушка всем врет. Есть, мол, у нее и персональная колонка во дворе, и газовый котел, и даже водопровод. Подложная статья вышла, конечно же, под псевдонимом. Никакой Веры Лебедевой, автора статьи, бабушка не знает. Настоящий автор подлога, журналист Каполина Ганцева Артюх, постеснявшийся поставить свою подпись под откровенным враньем. Тратятся деньги, сейчас предвыборная какая-то компания будет, это все будет затрата денег, средств. Да дали бы провести водопровод от соседей хорошего, тут 50 метров. Водой пользуется весь поселок. Ну, почему оставили нас, дедушка, я до сих пор не пойму. Пенсионеры объяснили и наглядно продемонстрировали, что никакого водопровода у них нет. Дедушка лично сделал насос так, чтобы водой из пруда можно было хотя бы ополоснуть руки. Получается, врут, да, и в газете, в губернаторе никакой не водопровод. Люди добрые. Вот у меня отстойник есть, отстойник в городе. Я наливаю в этот отстойник воду с пруда, с крыши дома. Ну, а личная колонка во дворе, которую сделали по указу губернатора, не работает. Для того, чтобы выдавить из нее хотя бы литр мутной жижи, приходится давить на рычаг часами. Управлюсь, Николай Владимирович, я сама, я еще не умерла. Вот за столько времени, Николай Владимирович, вот я налила водички. Приезжай, я тебя угощу. Мне нисколько не стыдно. Пусть вам будет стыдно. Будь добрый, сделай мне водички. Вы надо, вы дома сделали. А почему нас стариков-то оставил? Но губернатор своих придворных журналистов, видимо, за подлог не пристыдил. Ведь сегодня Полина Ганцева-Артюх опубликовала новую статью про Лидию Сергееву. И теперь у Сергеевых появился не просто водопровод, а целая артезианская скважина. Итак, цитата. В итоге у нее персональный водопровод длиною 200 метров. От артезианской скважины на территории предприятия к ее дому. Причем проведен он был бесплатно, и за воду бабушка тоже не платит ни копейки. Мы обратились во Владимирские ведомости и предложили коллегам съездить в Лакинск и отыскать артезианский водопровод. Но автор подложной статьи Полина Ганцева-Артюх лишь помахала нам рукой через стекло. А главный редактор газеты Игорь Ефремов не нашел ни одного из 70 штатных сотрудников газеты, готового поехать с нами к старикам. Может быть, вместе съездим? Прямо сейчас вместе в Лакинске посмотрим, какой у него артезианский водопровод. Не надо меня запихать. Поедемте, съездим. Вот у нас машина. Игорь Олегович, вы готовы съездить к бабушке с вашей статьей, которую вы подписали сейчас? Вот конкретно сегодня нет. Может быть, у вас журналист есть? Вера Лебедева, например. Я еще раз повторяю. Мы вот, понимаешь, не работаем так. Пришел Локтионов, здравствуйте, все бросили и поехали. Я проработал в Владимирских ведомостях 6 лет и хорошо знаю всю кухню этой газеты. Знаю, как нелегко это отбеливать чиновников, но не такими же методами. Старики из Лакинска ни в чем не виноваты. Ни перед губернатором, ни перед его газетой. Они живут в Лакинске, на улице Почтовый переолог, в доме номер 11. И любой желающий сможет приехать к ним и убедиться, что никакого водопровода у них нет. Быть может, найдется в нашей области такой меценат, который сделает то, что оказалось не по силу власти. Проведет водопровод старикам за свой счет. Евгений Локтионов, Леонид Новиков, Иван Людков. 6 канал.